Здравствуйте! Здравствуйте, те, кто остался. Я думаю, что вы здорово устали и, наверное, немножко задыхаетесь, да? И, наверное, это несколько сказывается на вашем душевном равновесии. А, собственно, тема нашего сегодня занятия, она близка к практике, к практическим техникам. Мы будем с вами тренироваться. Давайте начнем тренироваться с того, что мы еще раз поблагодарим всех, кто выступал до меня, и активно поаплодируем. Давайте сначала мы очень сильно-сильно-сильно. Итак, что мы сейчас сделали? Сейчас мы... Я прошу прощения, можно вас поблагодарить, потому что, на самом деле, вот хоть, мы, говорит, Валерий, сегодня последним выступает, просто только потому, что мне ехать сейчас надо, значит, я опоздаю. Вам спасибо, на самом деле, тоже за возможность всегда работать, потому что благотворительный настоящий профессионал своего делает. Спасибо, мне приятно ваша оценка, очень ценна она. Да-да-да, конечно, конечно. Итак, продолжим. Что происходит, когда мы с вами активно хлопаем в ладоши? Происходит сразу несколько очень важных вещей в нашем организме. Кроме того, что хлопание в ладоши позволяет нам активировать несколько до нашего психоэмоциональную сферу. Еще мы задействуем рецепторы наши на ладошках, которых там много, и таким образом ее поддерживаем. Но также, как правило, хлопание в ладоши связано для нас с вами с завершением какого-то позитивного впечатления, влияющего на нас. Таким образом, если мы вяло и скудно хлопаем, то активация не происходит. В полной мере, когда мы делаем это достаточно звонко и активно, то мы восстанавливаем эмоциональный баланс на всех планах. В том числе, инициируя возбуждение чувства радости в организме. Потому что наш мозг, он, как правило, не умеет сам по себе различать, является событие, которое происходит сейчас на самом деле, или его нет. Так что сегодня мы будем говорить с вами о визуализации. Я прошу вас запомнить этот посыл, что мы можем воздействовать на свое настроение даже опосредованно каких-то элементарных, принудительных, технических телодвижений. Итак, душевное равновесие страдает, ну не мне вам об этом рассказывать, вы прекрасно знаете, да, на всех планах. Как зависимость от последствий лечения на физическом уровне, да, вследствие этого на нейропсихологическом уровне может снижаться настроение, снижается общий тонус нашего организма. Потому что психика является одной из непосредственных, да, частей нашего организма. Она никак не отделима от нашего тела. На психологическом, душевном уровне это сказывается на наших чувствах и на тех переживаниях, которые формируются у нас в связи с изменениями по болезни. Реакцией на изменения может быть как отрицание этих изменений. Ну, не далее, как сегодня, во время обхода, психологического обхода. Я встречалась с людьми, которые говорили о том, что они совершенно не испытывают никаких отрицательных негативных переживаний в связи со своим заболеванием или со своим лечением. Это, в общем-то, достаточно тревожный показатель. Совершенно невозможно, чтобы на психическом плане человек вообще никак не реагировал на то, что с ним происходит. И, как правило, это говорит о том, что человек настолько пренапряжен, что вытесняет непроизвольно, вытесняет свои переживания. Таким образом, никак не может их вербализовать, осознать и никак не может от них избавиться. И в таком случае мы говорим о дефицитарности его переживаний. Может быть, наоборот, реакция на изменение болезни на острый. Ну и тогда это очень явное, видимое для окружающих состояние. Это нехорошо и неплохо. Это говорит о том, что человек справляется тем или иным образом со своими изменениями. И, кстати, в таких случаях гораздо ближе уже помощь, которую можно призвать со стороны, а можно научиться помогать себе как-то справляться с этим. А есть принимающая позиция, и те из вас, кто ходит сюда регулярно, знают, что принятие изменений, связанных с тяжелым хроническим заболеванием, это такая некоторая психологическая задача пациента. Только принимающий пациент может достаточно адекватно встроить картину заболевания, все, что с ней связано, в свой жизненный опыт, интегрировать его в свой опыт. И тогда примениться к тем изменениям, которые существуют. Принять их, и это говорит об успешной адаптации. А люди, которые никак не могут смириться с этими изменениями, болезненно воспринимают их, как долго бы они не проистекали. Но их принято называть в научном мире дезадаптантами, людьми, которые никак не принимают свои изменения. Итак, реакция на изменения может быть дефицитарной, если человек настолько затронут изменениями, что на психическом плане вытесняет свои переживания. Деструктивная, если переживания очень яркие и мешают ему уже выстраивать отношения с другими людьми. И конструктивная, когда человек научается жить в условиях хронического заболевания. И тогда мы говорим о том, что на психологическом плане качество его жизни достаточно хорошо. Маркером текущего реагирования на ситуацию, любую ситуацию, в том числе на ситуацию хронического заболевания, является усталость. Выражается она на чувственном плане, как слабость, вялость, переживание некоторого бессилия. Это может быть как ощущение физического дискомфорта, так и осознание и некоторая тревога по поводу снижения когнитивных функций, потери в протекании психических процессов, зачастую потеря интереса к работе или к деятельности привычной для вас. Ну и естественно это может вызывать негативные эмоциональные реакции. Давайте вспомним, что бывают три типа усталости. Токсическая, гипертоническая и гипотоническая. Токсическая усталость в той или иной степени всегда сопутствует течению какого бы то ни было заболевания. Другое дело, что усталость при насморке имеет очень скоротечный характер, а при хроническом заболевании может сопровождать вас достаточно выраженно. Понятно, что бурный процесс заболевания всегда вынуждает вас к постельному режиму. Что нам важно с вами помнить? Что бы с нами ни происходило, сопротивление этому на начальной фазе является мобилизующим мероприятием внутреннее психическое сопротивление. А вот сопротивление в долгосрочном периоде является уже избыточным фактором и это то, что хорошо бы отслеживать, учитывать и либо научаться самостоятельно справляться с этими изменениями, либо обращаться к специалисту. Но в данном случае к врачу-психотерапевту за медикаментозной поддержкой в этой области, либо к медицинскому психологу, который может провести с вами некоторые мероприятия вне медикаментозного ряда. Это может быть анализ или может быть научение некоторым навыкам. Ну давайте вернемся к усталости. Гипертоническая усталость развивается от умственного или эмоционального напряжения. И это та самая усталость, которая вызывается непринятием новой своей идентичности, новой роли. Я больной. Я человек, который имеет определенный набор новых ограничений в своей жизни. И вот если я эти ограничения принимаю, интегрирую в свой опыт, тогда я защищен. Психоэмоциональное напряжение снижается. Если мне кажется, что беспокойство, тревога здорово нарушают мой ритм жизни и снижают качество моей жизни, то что же я могу с этим поделать? Давайте сегодня все-таки как-то уже перейдем к тренировочным моментам. Да, вот раздражительность, беспокойство, подавленность или чувство глубокой печали в длительном периоде – это те маркеры, когда мы говорим о том, что психоэмоциональная сфера перенапряжена. Иногда это сказывается уже и на мышечном состоянии. Мускулы находятся в тонусе. Гипертоническая усталость связана с продолжительной физической нагрузкой. Ну, вряд ли кто-то из вас этим сильно злоупотребляет, но мы вспомним, что и оба предыдущих типа усталости у нас уже с вами, скорее всего, налицо. Поэтому очень важно, очень важно построить свою жизнь таким образом, чтобы как можно меньше перенапрягать свою мышечную сферу. Какие же методы душевного равновесия способствуют восстановлению, и что вы будете делать, если вы обратитесь к медицинскому психологу, ну, либо овладеете этим сами. Есть несколько групп методов. Одни относятся к аналитическим, а вторые – симптоматические, и некий промежуток между ними. К аналитическим относятся методы, использующие программирующую и регулирующую роль слова. Наши переживания перестают спонтанно овладевать нами, когда переходят в регистр сознания. Стоит только нам с вами проговорить или хотя бы прописать в группу наших переживаний. Например, если я гневаюсь, то написав про свой гнев, или проговорив об этом, может быть, в отсутствии кого бы то ни было, а еще лучше под наблюдением нейтрального человека, 50% напряжения я уже сниму. Так устроена наша психологическая составляющая нашего организма. Проговаривая или хотя бы прописывая те аспекты, которые вызывают нас в психоэмоциональное напряжение, я от него избавляюсь. Это можно делать краткосрочно, самостоятельно. Например, что-то меня раздражает, я пишу об этом. Но, конечно, лучше всего посмотреть туда, куда вы сами не можете задлинуть. Психика наша устроена примерно так же, как устроен наш с вами глаз. Глаз видит все вокруг и не может увидеть сам себя. Глубинные процессы психоэмоционального напряжения лучше, конечно, разрешаются под наблюдением и под ведением правильно обученного специалиста. Если нам удалось пописать, поговорить и 50% психоэмоционального напряжения мы уже сняли, то вот в этом состоянии, близком к покою, уже можно активно включать представление и чувственный образ. Чувственные образы мы с вами сейчас чуть-чуть позднее поговорим об этом, что я имею в виду. Когда мы уже совершенно с вами взяли себя под контроль, становится проще овладевать техниками изменения тонуса скелетных мышц и дыхания. Но тут такой фокус. Это не совсем линейная функция. Скорее, это такой кружочек. Вот если мы с вами в состоянии покоя, натренировались заходить в визуальное поле, которого сейчас нет, помните, я говорила вам, что мы не сидим сейчас с вами в зеленом лесу. Однако, если мы представим себе какое-то любимое свое место, наш мозг не сможет понять, действительно мы там находимся или нет. И поэтому он просто будет посылать расслабляющие импульсы во все клеточки нашего организма. Так вот, после этого мы можем уже спокойно натренироваться, снимать мышечные зажимы, выравнивать состояние нервного напряжения дыханием. И тогда этот процесс, он закольцуется. Когда мы научимся с вами делать это достаточно четко, то стоит нам будет раздышаться, или стоит нам только будет снять напряжение в какой-то группе мышц, и процесс успокоения начнется сам собой. То есть это взаимозависимая такая функция. Другое дело, что пока я учусь, это тоже вызывает своеобразное психоэмоциональное напряжение. Я должен научиться это делать, для того, чтобы это помогало мне в трудную минуту. Итак, мы говорим все время о том, что нужно упражняться. Для того, чтобы был сформирован навык, этому нужно посвятить время. И когда мы занимаемся, когда мы делаем какое-то упражнение, наша с вами задача делать его не механически, а все-таки изначально поставить себе цель. Каковы же могут быть цели? Чаще всего мы будем заниматься, конечно же, снижением психоэмоционального напряжения. Когда мы совсем хорошо натренируемся, мы сможем уже дереференцировать тревогу и волнение и заниматься уже в этом направлении. Но когда мы будем абсолютно здоровы, устойчивой ремиссией, мы сможем уже себе ставить кратковременные, краткосрочные задачи на активацию деятельности организма. Но, пожалуй, пока что мы не будем говорить о методах активации. Итак, приемы восстановления, как мы с вами уже сто раз говорили, но повторим еще раз, включая в себя управление дыханием, управление мышцами, а дальше идут аналитические в большей степени методы. Это визуализация, самовнушение, переключение внимания, ну и непосредственно анализ, то есть оценка произошедшего и формирование плана возможных действий в краткосрочном периоде. Давайте прицельно сегодня поговорим с вами о дыхании. Медленное и глубокое дыхание понижает возбудимость нервных центров и способствует мышечному расслаблению. Вспомните, пожалуйста, что происходит, когда мы зеваем. Наше дыхание выравнивается. Мы начинаем глубоко вдыхать и долго выдыхать, причем там еще есть пауза между вдохом и выдохом, но происходит это непроизвольно, когда уже организм до такой степени устал, что посылает импульс расслабься без всякого нашего осознавания этого процесса. А частое дыхание обеспечивает высокий уровень активности организма. Холотропники с этим и работают. Надыхивают, надыхивают, надыхивают. Кислородом обогащают головной мозг, и человек попадает в перевозбужденное состояние. Нам, пожалуй, с вами это ни к чему. Мы сейчас через минутку попробуем потренироваться в успокаивающем дыхании. Надо еще помнить, что во время вдоха происходит активация психического тонуса, а при выдохе активация снижается. И полное дыхание, к чему так стремятся продвинутые в дыхательных практиках люди, включает последовательное заполнение нижней, средней и верхней части легких. Для того, чтобы это произошло, нужно сосредоточиться и как следует представить себе, как ваши животы постепенно наполняются, причем снизу кверху. Вы все знаете, что в обыденной жизни мы имеем поверхностное дыхание и дышим даже не в полные легкие. Давайте потренируемся на дыхание, которое рассчитано на счет 8. Будем иметь в виду, что у каждого свой темп, ритм дыхательный. Поэтому со временем, если вам эта техника понравится, то вы приспособитесь, как вам удобнее дышать. А сейчас попробуем на восьмерочку. Вот такой алгоритм. На счет 1 и 2. А я буду считать и буду еще дирижировать вам. Я буду делать так. 1, 2. Потом я опущу руку вниз. Это будет означать, что у вас пауза. А потом 4, 5, 6 и 7. Вы будете медленно выдыхать. Пока я поднимать буду рукой вверх, вы тоже будете делать паузу. Ясно, как это будет? Такой цикл хорошо бы повторить 3-5 раз и возвращаться к нему 15-20 раз. Времени у нас немного. Вы устали. Давайте 3 разочек сделаем. Хорошо? Даже картинка есть вот такая наглядная. Она напоминает нам о том, что на вдохе этот период будет короче. Потом я буду опускать руку на выдохе. Это будет длинный такой кусочек. И при подъеме вы опять не дышите. Давайте попробуем. Готовы? Давайте. 1, 2. Это вдох. Пауза. 4, 5, 6, 7, 8. Пауза. У кого получилось? Кто вообще старался? Кто делал что-нибудь? Молодцы. Молодцы. Давайте еще разочек попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, задержали. 4, 5, 6, 7, 8. Кроме того, что мы дышим с понижающим нервное напряжение ритма, ко всему прочему, мы еще переключаем локус нашего внимания со всех внешних факторов, которые могли бы сейчас на нас воздействовать, на свое собственное дыхание. На то, о чем мы обычно с вами не думаем, но оно у нас всегда есть. У нас может быть не быть с собой книжки, телефон может разрядиться. Очень много факторов могут нам быть неподвластны, если они не принадлежат к нашему телу. А вот дыхание, оно всегда под рукой. Поэтому, если вы дома, выберите свой темп по ритму. Как-то научитесь, овладеете этим инструментом. Он всегда водит с вами. И где бы вы ни были, вы сможете регулировать уровень своего психоэмоционального напряжения. Еще раз напомню, что счет может быть варьироваться, да, может варьироваться. И при устойчивом насвоении этого навыка можно уже будет вводить туда осознавание того, что при длинном выдохе я снижаю психоэмоциональное напряжение. И что связь углекислый газ и мой выдох могут символизировать избавление от чего-то такого, что мне лучше не оставлять в своем организме, да. И туда же можно будет привязать образ того, что я вдыхаю что-то свежее и полезное. Но пока я думаю о том, как я буду дышать, образы мне, конечно, будет сложно завести. Завести образы, вот эту вот связку, ассоциативный ряд, можно только тогда, когда дышать. Я таким образом привык уже достаточно быстро, да. Например, я когда куда-то опаздываю и нервничаю, понимаю, что я так долго вас этому учу, что пока я бегу, я уже дышу так, чтобы не задохнуться к автобусу. Оно работает уже вместо меня. И тогда я могу туда подгружать совершенно любые картинки. Как только научились поладить, быстро поладить со своим дыханием, можно уже углублять навыки снятия мышечных зажимов, которые возникают под напряжением психоэмоциональным, под воздействием психических нагрузок. Наверняка у всех у вас, как и у меня, зажат верхний отдел позвоночника. Наверняка мышцы лица привыкли тем или иным образом удерживать ваше напряжение. Об этом можно думать и можно целенаправленно работать с расслаблением каждой группы мышц. Как только вы научаетесь овладевать группами мышц, расслаблять их, переставать следить за лицом или каким-то образом избавляться от напряжения, в тех зонах, которые обычно причиняют вам дискомфорт, вы можете начинать увязывать ощущение расслабленности с каким-то положительным образом. И чем чаще вы будете этот образ возобновлять мысленно в своей голове в процессе расслабления этой группы мышц, тем проще вам будет без всякого телодвижения, если это неуместно, получить расслабление в зоне дискомфорта путем просто представления о себе, той картинки, которую вы с этим увязали. К сожалению, такую устойчивую взаимосвязь довольно трудно получить, работая с собой самостоятельно. Помните, ЛФК? Кто-нибудь ходил на ЛФК в детстве? Обязательно за вами должны наблюдать. Трудно осуществлять одновременно наблюдение за телом и постановку какой-то релаксирующей задачи. Трудно, но возможно. Можете попытаться сделать это самостоятельно. Если поймете, что вам нужна помощь, приходите. Для такой работы очень подходит групповой формат, когда собираются вместе 5 или 10 человек, объединенных переживанием одной и той же травмирующей ситуации. И эта группа людей вместе, дружно научается получать лучшее качество жизни. Возможно, иногда они становятся какой-то дружной компанией. Такое часто бывает. И это становится вообще ресурсом в жизни для людей, переживших какую-то травмирующую ситуацию. И в ходе этих переживаний может быть несколько оторванных от своих привычных социальных связей. Потому что достаточно часто пациенты говорят о том, что некоторая изоляция, некоторые сложности во взаимопонимании с людьми, которые не пережили сходную травматическую историю, иногда приходят в нашу жизнь. Так вот, групповая работа, позволяющая освоить, например, навыки самоконтроля и самокоррекции психоэмоционального напряжения, зачастую формируют целые дружные сообщества и здорово вообще облегчают в дальнейшем жизнь. Но даже нам сказать, что группы такие собираются 7-кратно и принимают решение, собираются ли они раз в неделю или, может быть, раз в месяц. Следующее, чему можно научиться с целью снятия душевного напряжения, это методы визуализации. То есть использование индивидуально значимых образов на фоне особого, отличного от бодрствующего состояния психики для достижения изменений физиологических или психических реакций. Надо ли говорить, что в процессе психоэмоционального напряжения визуализационные методы не работают или работают криво? Я представляю себе какую-то картинку. В общем, вроде как должен расслабиться и возрадоваться, но так как не провел предварительно какие-то релаксационные мероприятия самой помощи, эта картинка не вызывает во мне собственного доверия. Я сам себя обманываю. А вот если я раздышался, может быть, поработал со снятием основных зажимов, хорошо бы уже закрыть глаза и представить себе, например, ресурсное место. Это для каждого индивидуальная история. Есть какие-то, конечно, общие наговоры, имеющие какое-то действительно общее значение, о растущих деревьях, о спокойных водах. Но по большому счету место силы у каждого свое. Нужно вспомнить, где и когда я хорошо и защищенно чувствовал себя в детстве, где я был абсолютно свободен, у кого-то это шкаф, закрытая дверца, у кого-то лужок. Это каждый раз про мой собственный жизненный опыт. И глубоко сосредоточившись на этом месте, очень детально и пристально исследовать его, представить его себе и погрузиться в эту картинку и рассмотреть ее как можно более четко. Это можно делать в течение 3-5 минут, если вы это сделаете достаточно хорошо, почувствуйте, насколько вы выйдете из этого состояния отдохнувшим. Ну, конечно, если не все могут этим самостоятельно овладеть, а вот научиться за 5-7 раз это может каждый. Самовнушение. Не раз уже мы говорили о том, что самовнушением стоит заниматься, конечно, уже достигнув определенного состояния покоя. Использование специальных словесных формул на фоне особого отличного от бодрствующих состояния психики для достижения, опять-таки, изменений физических или психических. Есть еще такой метод, который можно назвать «да, но зато». Для людей интеллектуально развитых, которые очень критично относятся к самому себе, довольно трудно бывает обмануть себя. Например, есть такой метод. Иногда он кому-то помогает, когда человек говорит себе «я здоров, я абсолютно здоров». И таким образом, каким-то образом себя самого заговаривает. Это напоминает такой образ мухи, которая сидит и внушает себе, что она большой розовый слон. Кому-то это может помогать, но чаще всего, конечно, взрослые люди очень критичны к собственным словам самоубеждения. Поэтому, если вас никак не удовлетворяет история про то, что вы болеете, то, по крайней мере, в этом зале можно сказать, да, я болен, но зато я нахожусь в головном, в профильном учреждении, врачам которого я доверяю глубоко и полностью. Сегодня на обходе основной положительной интенции, ресурсной для пациентов, которые были напряжены, было именно это утверждение. Это то, что я от них услышала. Что да, мне сейчас плохо, да, мне не нравится ситуация того, что я болен, но я, безусловно, доверяю своему лечащему врачу. Ну, это такой яркий пример. Да, но зато, но поверьте мне, в любой ситуации можно продлить эту фразу. В любой. Некогда нам сейчас из зала вытаскивать примеры. Ну, все вы люди взрослые, не первый раз приходите на эти занятия. Попробуйте. Как только вас удалили какие-то негативные мысли, попробуйте воспользоваться этим методом. Признать правомучность негативных переживаний, но зато и посмотреть, что все-таки вы имеете в этой ситуации. Даже люди, лежащие в хосписе, могут использовать этот метод. И когда они продолжают эту фразу, они говорят, зато за мной хороший уход, и я нахожусь в лучших условиях, чем мог бы находиться, если бы я сюда не попал. В самой, казалось бы, патовой ситуации есть нечто, что улучшит качество жизни в той ситуации, в которой мы оказались. Ну, мой любимый пример, да, самоубеждение, я справлюсь, базируется на воспоминании о том, что я давно живу, и в моем опыте бывали события, которые я могу оценить как достаточно тяжелые, травмирующие. И я справился. Я справился, может быть, я не преодолел их окончательно, не исключил их из своей жизни, но я применился к ним, я хорошо адаптировался, я сохранил лицо, я достойно вышел из этой ситуации, я продолжаю жить. Я справляюсь, да, я достаточно хорошо справляюсь с теми обстоятельствами, которые я не могу исключить из своей жизни. Ну, вот еще один пример, и мы с вами сегодня о нем уже говорили, это переключение внимания. И опять-таки, используя то, что у нас всегда под рукой. Движение воздуха по дыхательным путям могут от людей, которые хорошо себе это представляют, да, могут начать отслеживать. Можно просто при дыхании отслеживать движение грудной клетки и считать его. Можно представлять себе, четко, да, ощущать, как меняется температура при вдохе и при выдохе. Чувствуете? Воздух, который я вдыхаю, более прохладный, а выдыхаю я более теплый воздух. Переключение внимания на функционал самый привычный и самый простой функционал собственного тела это хороший пример переключения внимания. О музыке мы говорили с вами в прошлый раз, да, о темпе и ритме. который можно посчитать и хорошо бы носить с собой плеер тем, кто, да, любит слушать музыку. Если меня что-то раздражает, если мне что-то мешает, я могу защитить себя с помощью современных средств. Запишите себе любимые звуки и тогда в любом месте вы сможете взять под контроль свое психоэмоциональное напряжение. Ну и экспресс-анализ. Конечно, в кабинете психолога это был бы расширенный анализ. Это не значит, что мы глубоко полезли в вашу жизнь или в вашу душу, потому что онкопсихология не предполагает расширенных методов психотерапии. Это всегда краткосрочный формат и всегда рассмотрение ситуации заболеваний и тех переживаний, которые с ним связаны. Но когда вы наедине с собой и чувствуете, что нужно снижать уже психоэмоциональное напряжение, обязательно нужно задать себе эти два вопроса. Я действительно могу что-то изменить в данной ситуации? А что я не могу изменить в этой ситуации? Отвечая себе на эти два вопроса, вы снизите ситуацию неопределенности, которая, возможно, и вызвала психоэмоциональное напряжение. Да и примите решение мне бодаться дальше с обстоятельствами, которые больше, чем я, либо мне взять под контроль то, что мне вполне сейчас по силам. И после оценки, после ответов на этот вопрос можно продумать план на ближайший период. Это тоже помогает взять под контроль чувство неопределенности, ситуацию неопределенности и снижать психоэмоциональное напряжение. Например, план можно строить на 15 ближайших минут и на 30 ближайших минут. Вы уже точно знаете, что будете делать в ближайшие полчаса. Вы, наконец, дослушаете, поаплодируете и пойдете на свежий воздух. Надеюсь, что у всех есть зонт. Можно строить планы на ближайший час, на ближайший день, но людям, которые имеют психоэмоциональное напряжение по любому фактору, необязательно по фактору здоровья, никогда не советуем заглядывать далеко в будущее. Это расширяет зону неопределенности. Никто из нас, ни я, ни Светлана Анатольевна, ни Марина Борисовна, не могут с точностью поручиться, что наши долгосрочные планы себя оправдают. Поэтому чаще всего мы все-таки планируем на ближайшее время. Итак, крайне важно не допускать проявления состояния полной апатии и безразличия необходимо заполнять время возможными действиями. А наши возможные действия должны быть призваны снизить наше психоэмоциональное напряжение, которое вызвано теми изменениями, которые приходят к нам в связи с хроническим заболеванием. Алгоритм восстановления. Если вы соберетесь это делать. Упражнение в течение дня. Хорошо бы, проснувшись, подумать о своем дыхании. Возможно подышать в обратную пирамидку. Чтобы активироваться достаточно только вдохнуть на 4, сделать паузу и выдохнуть активно на 2 и сделать паузу. Ну и сделать это конечно не один раз. Можно кстати похлопать в ладоши. Поаплодируйте сами себе. Я проснулся и меня впереди ждет умеренно активный день. Пока я лежу в постели неплохо бы вспомнить навыки релаксации. Ну я же уже натренировался я могу попытаться представить себе какое-нибудь приятное место и почувствовать как приятное расслабление снова нахлынуло на меня. После этого снова активироваться и встать с хорошим настроением. Пока я чищу зубы как правило я строю план на ближайший день или освежаю его в своей памяти. Потом как-то легче за завтраком построить план на текущий час. В ближайшие 10 минут я дожую свой бутерброд вымою эту чашку. Конечно мы не говорим о навязчивых состояниях когда мы только так и поступаем. Мы с вами говорим о том что я проснулся и чувствую что что-то не так. Я проснулся вместе со своим психоэмоциональным напряжением и я учусь овладевать этой ситуацией понижать его. Итак планирование на день планирование на час. Когда я где-нибудь сижу и чего-нибудь жду я занимаюсь самомониторингом. Вспоминайте как сейчас чувствуют у меня свои ножки, мои ручки, удобно ли мне сидеть, что происходит с моей шейкой, устали ли мои глазки, потому что прожектор лупит мне в этих глазах. В случае если я чувствую что напряжение нарастает я снова начинаю дышать. Дышать так, чтобы оно спало. И также спасибо большое. Наверное теперь никому не видно, но мы все равно заканчиваем уже. И помним, что в принципе мы можем научиться самостоятельно и релаксации, и визуализации, и методам самовнушения. Ну а если у нас самих не получается, а хочется, то мы знаем куда обратиться. Также мы можем заняться самоанализом или анализировать ситуацию с помощью нейтрального лица. Нейтрального лица. Все-таки и родственники, и наши близкие, и подружки на кухне, это люди вовлеченные в вашу ситуацию, переживающие за вас. Анализ там будет некорректным, мягко говоря. Там много искажений будет, они будут заражать вас своим психоэмоциональным состоянием. Анализировать лучше все-таки рядом со специально обученным человеком, с человеком, сохраняющим нейтральную позицию, даже когда они сталкиваются с человеком в травмирующей ситуации. Ну и на ночь хорошо бы планировать свой следующий день и закладывать уже туда все методы снятия психоэмоционального напряжения, раздумывать, как я могу это делать. Это подкрепляет уверенность, что все под контролем, что завтрашний день я проживу с лучшим качеством, нежели если я все время буду сведен судорогой тревоги. Кстати, визуализация на ночь помогает улучшить сон. Поход в ресурсное место под теплым одеялом помогает наладить процесс отхода ко сну. Ну и я желаю вам помнить, что любой человек сильнее собственных страстей и слабостей и что моя жизнь больше, чем мое заболевание. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Маргарита Валерьевна. Спасибо.